Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программа «Итоги недели». Подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Анастасия Мелешкевич, и мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать в подробностях и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда, в начале выпуска коротко о главных темах сегодняшней программы. И птицы память по утрам поют, и ветер память по ночам гудит. В мемориальном комплексе Брестская крепость-герой прошли памятные мероприятия, посвященные 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Как должно быть, и это будет всегда. Будут звучать слова благодарности, будут гореть свечи памяти, а люди будут нести цветы к вечному огню, пламя которого горит в честь солдат войны. Судьба человека, его подвига и жизни. Эксклюзивное интервью ветерана Великой Отечественной войны Таисии Михайловны Котре-Павловской в специальном репортаже Евгении Мороз. Реконструкция не просто важная составляющая знаковой даты 22 июня. Это возможность понять, через что пришлось пройти защитникам нашей Родины. Порядка 12 тысяч человек увидели реконструкцию первых часов войны в Брестской крепости. Эти специалисты знают, как не только качественно сделать этот сувенир, но и влюбить в него современников по всему земному шару. Матрешки от предприятия Вивитрек рассказывают о Беларуси все и даже больше. Главное событие уходящей недели – День памяти и скорби. 22 июня – день, о котором знает и который чтит каждый белорус. День, о котором знают и который чтят во всем мире. 82 года назад немецкие войска напали на Советский Союз. Именно с этого дня начался отсчет событий, которых мирные люди в самых страшных сновидениях не могли себе даже представить событий Великой Отечественной войны. И мог ли в то время кто-либо предположить, какой незаживающей раной она обернется впоследствии, какой неисцелимой болью будет звучать для тех, кто потерял в ней своих близких и товарищей. С первых же дней война стала народной. Она сплотила миллионы людей, которые хотели защищать родину от вероломного врага, чтобы им это не стоило. Сегодня, спустя более 80 лет, общая трагедия 40-х по-прежнему объединяет людей, людей разных национальностей и возрастов. В подтверждении тому ежегодный митинг-реквием, который проходит в символичном для представителей разных стран месте на территории мемориального комплекса Брестская крепость Герой. В этом году, как и прежде, мероприятие собрало небывалое количество брещан и гостей из-за рубежа. 22 июня 1941 год. Эта трагическая дата вошла в историю многих государств бывшего Советского Союза как день скорби и печали. День, когда началась Великая Отечественная война. Историки сегодня спорят о количестве погибших в эти страшные 4 года. Однако, именно эти годы научили людей радоваться любой мелочи, ценить каждый прожитый день, хранить и до конца в себе нести через время веру, надежду и любовь. 22 июня 1941 год. 4 часа утра. Это самая страшная ночь. Именно тогда начался пятилетний кошмар Великая Отечественная война с фашистской Германией. Прошли десятилетия, но мы помним каждого. А потому тысячи брещан приходят 22 июня в Брестскую крепость, чтобы склонить головы перед подвигом воинов 40-х. Первые шаги к Великой Победе были сделаны именно здесь, на священной земле Брестской крепости. Именно здесь, в предрассветной тишине мирных лет, каждый год утром 22 июня проходит митинг-реквием, на который приходят, чтобы почтить память павших. Люди разных возрастов, военные и гражданские, из разных городов и разных государств. День начала войны для каждого – день памяти и скорби. Приятно приехать. Долго не удавалось приехать на праздник. Это праздник со слезами на глазах, в Брест, чтобы участвовать в 4 часа утра, когда началась война. Сейчас осуществилось 86 лет. Дожили, дожили. Так что всем здоровья, счастья, радости, любви и, конечно, большого мира на земле, чтобы все жили радостно, хорошо. Последние выстрелы Великой Отечественной войны отгремели много лет назад, но 22 июня навсегда осталось днем памяти и скорби. Ежегодно в цитадель приезжают те, кому не безразличная история. Те, кто чтит подвиг советских солдат и хранит в своем сердце память о героическом прошлом своего народа. Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей, пусть озарятся имена павших. Четыре часа утра небо над пограничным Брестом разорвали вспышки оружейных залпов. Так начиналась война в 1941. Театрализованное действие, развернувшееся на площади церемониалов, потрясает своим эмоциональным накалом. Все кажется таким реальным. Раннее утро 22 июня 1941 года вошло в дома советских людей. Это никогда не должно повториться. Не должны звучать раскаты взрывов, не должны гибнуть дети, женщины и старики. Не должно быть войны. А для того, чтобы это не повторилось, мы должны помнить. Ведь память – основа истории любого государства. А память о героях – это долг каждого из нас, наследников солдат Победы. Мы сегодня слышали проникновенные слова одного из советских поэтов. Это нужно не мертвым, это нужно живым. Это действительно нужно всем нам. Всем, кто сегодня здесь, на этой площади священной Брестской крепости. Всем, кто хотел бы быть с нами сегодня, в этот день памяти и скорби. Всем, кто честен и порядочно оценивает то, что должно делать гражданину Беларуси и России. Всем, кто с нами сегодня, в странах постсоветского пространства и за рубежом. Потому что историческая правда может быть только одна. И никто не имеет права на истину в противовес тем страницам и подвигам, которые дороги для нас. Не ради славы, а ради жизни на земле погибали защитники Брестской крепости, порой не сохранив для нас даже своих имен. Здесь пролег рубеж бессмертия. Здесь на Брестской земле начала коваться победа. Вспомнить каждого по имену тех, кто жизни своей не щадя шел в бой, понимая, что за спиной большая страна-родина. Сегодня каждый из тех, кто навечно остался в земле Берестейской, охраняя Отечество на века, внесен в списки героев. Подвиг солдат цитадели останется в памяти потомков на многие годы. Этот день всенародной памяти и скорби о погибших в боях наших дедах и прадедах, стариках, женщинах и детях, замученных в фашистских лагерях смерти, сожженных в своих домах, умерших в тылу от голода и лишений. Нашим современникам трудно представить, какие нечеловеческие испытания и муки пережили эти люди во время самой кровопролитной и разрушительной в истории человечества войны. Здесь, в Брестской крепости, воссоздана атмосфера тех дней, когда весь наш многонациональный народ встал на защиту своей Родины. Годы войны и оккупации наглядно показали всему человечеству истинный смысл и величайшую ценность таких понятий, как мир, безопасность, свобода, суверенитет и независимость. Сегодня мы отдаем долг памяти и глубокой признательности всем, кто принял на себя первый удар врага, кто не дожил до светлого дня победы, но верил в него, принимая неравный бой с фашистами. Вся Беларусь, уверен и многие народы, республик бывшего Советского Союза, говорят, сегодня мы помним. Памятные ленты кладутся на гранитные плиты, возлагаются цветы к вечному огню. Молчаливая мы помним, и память эту не перекроить. Кто-то преодолевает тысячи километров для того, чтобы склонить голову у вечного огня и вспомнить тех, кто здесь в стенах крепости начал ковать большую и такую долгожданную победу. Кто-то, несмотря на столь ранний час, приходит сюда, чтобы вспомнить товарищей, потерянных в годы Великой Отечественной войны. Кто-то ведет в крепость своих детей, внуков, правнуков, чтобы рассказать им, какой ценой достался нашей стране мир. Раз в жизни надо побывать здесь, для того, чтобы понять, наверное, те ужасы, которые здесь происходили. Мы сегодня приехали в большой делегации ветеранов, 55 человек с Ленинградской области. Разные ветераны всех категорий. Есть и блокадники, есть и узники, и труженики тыла. Понятно, и ветераны боевых действий. Но вот даже было сейчас несколько секунд спросить у них их эмоции. Они, говорит, зашкаливают. Ну, потому что это действительно то место, наверное, где не хочется много говорить, а хочется просто постоять и о чем-то подумать. Эмоции, как сказать, переполняют сердце мое. Боль, сострадание, любовь. И память. Память. А память невозможна, память она генетическая. Поэтому генетика – это все, что есть у человека. Поэтому встает все у тебя перед твоими глазами. Поэтому впечатление очень сильное, мощное. И для меня это вообще очень большой день. У меня мой дедушка Борис Николай Кириллович, он брал у меня Берлин. Он дошел до Эльбы. Он был в первой роте, первая конная дивизия под маршалом Жуковым. Поэтому под руководством маршала Жукова. Поэтому для меня это прежде всего память. Путь проделан большой, более тысячи километров. Мы уже в третий раз собираем мотопробег «Рубежи Победы», который организовывается силами российских представителей мотоклуба «Ночной волки» и «Белорусских». Для нас 22 июня – не менее важный день, чем 9 мая. Это день памяти и скорби. И, конечно же, в сердце каждого из нас он откликается одновременно и горесть, и одновременно радость, что мы можем жить. И те люди, которые положили свои души, дали нам эту возможность приходить сюда каждый год. Мы приехали для того, чтобы в этот замечательный памятный день, чтобы дети знали историю нашу, чтобы они помнили, когда началась война. Ну и, естественно, ценили то, что было завоюено таким тяжелым трудом и силой наших соочистенников, которые отдали свою жизнь ради вот этого мирного неба над головой. Главный урок войны «Научиться ценить мир» был получен слишком дорогой ценой, и львиную долю этой цены заплатили своей кровью известные и безымянные герои Брестской крепости. Памяти павших мы будем достойны. Одно из самых эмоциональных массовых мероприятий – не только Дня всенародной памяти 22 июня, но, пожалуй, и всего года – реконструкция начала Великой Отечественной войны и обороны Брестской крепости. Тысячи людей, десятки телекамер, все внимание приковано к трагическим событиям, которые на протяжении часа разворачиваются там, где происходили 82 года назад – в цитадели города над Бугом. Наша съемочная группа побывала на мероприятии и спешит поделиться впечатлениями в следующем сюжете выпуска. 21 июня 1941 года. Брестская крепость. Здесь живут, согласно распорядку, более 9 тысяч военных и их семей. Состав подразделений гарнизона – многонациональный из разных республик огромной страны. Обычный субботний день. Жизнь идет своим чередом, привычные хлопоты. Одни убывают, другие прибывают к месту службы. Занятия по боевой и строевой подготовке, возня детворы. А вечером после насыщенного дня – танцы и неспешные прогулки. Но пора на отдых. Завтра – воскресенье. Наступает ночь, все стихает, крепость погружается в сон. Эта самая короткая ночь в году изменила ход истории и стала точкой невозврата. Люди заснули в мирное время, а проснулись под грохот взрывов и вой снарядов. Началась война. Воздух наполняется едким дымом, плавится земля. Повсюду стоны раненых и тела убитых. Свист осколков и пулеметные очереди. Люди пытаются найти укрытие. Тем, кто уцелел в этом огненном аду, нужно не просто выжить, а дать отпор врагу. Фашистам, которые напали внезапно и подло на рассвете. Так начинается один из первых и самых драматичных эпизодов Великой Отечественной войны. История героической обороны Брестской крепости, защитники которой – солдаты, офицеры более 30 национальностей – сопротивлялись около месяца противнику, который при десятикратном преимуществе рассчитывал взять объект за пару часов. Все это легло в основу исторической реконструкции, которую ежегодно проводят на месте событий. Это наша боль, память и, наверное, гордость. Потому что то, что мы сегодня видим, это должно жить в памяти нас, чтобы это никогда не повторилось в жизни. И мирное небо – это самое дорогое то, что осталось после Великой Отечественной войны. Лица, звуки, события – все цепляет за живое. Многие из тех, кто пришли как зрители, не думали, что будет настолько страшно и больно на это смотреть. Мороз по коже и слезы на глазах – очень реалистично, особенно начало. Страшно. Люди столько пережили, особенно в первые минуты войны. Это дорогого стоит, конечно. Это нужно посмотреть, особенно поколению подрастающим. Ну и нам тоже. Лишний раз не помешает. Реконструкция дает понять, как все это происходило, поучаствовать в этом процессе, почувствовать, как чувствовали те люди. Задушу задевает. Слезы на глазах – это тяжело говорить и произносить. Деды погибли. Все в памяти. Приехали из Нижегородской области специально. Те, кто воссоздают в это утро в деталях, образах и лицах трагические события, которые происходили 82 года назад, тоже находятся под большим впечатлением. Я чувствую, прям, мне вот прям скорблю под то, как люди тогда это переживали. Вообще волнительно, прям эмоции. Я не знаю, как они тогда могли это пережить и что с ними тогда было. Очень тронуло. Было довольно-таки тяжело. То есть, когда не попробуешь, ты этого не узнаешь. Очень страшно. Мы вот просто представили, как это было на самом деле. И все, у нас просто слезы. Мы уже просто не представляем, как они бежали на самом деле. Это очень страшно. В этом году непосредственными участниками действия стали представители 50 реконструкторских клубов и любители из Белоруссии, России, Эстонии, Латвии, Литвы и Японии. Мы участвовали во всех. Сегодня 12 реконструкций. Вот. Мы приезжаем каждый год. Вот. И ребята считают, я считаю, что должна быть память. На мне форма и на детях форма стрелковых войск РКР. Я подполковник. Вот. Три шпалы и эмблемы стрелковых войск. То же самое у ребят. И оружие у нас настоящее. Настоящее тех лет. Эмоций очень много. Даже слезы на глазах и дрожь по коже идет. Потому что, когда ты находишься рядом с теми людьми, которые страдали в далекое время, ну, конечно, тяжело. Но кто-то должен показать миру, как это было. Работаем мы на технике, которая, это реплика на БМВР-71. У нас две таких единицы. И плюс еще есть одиночка, офицерские БМВР. Собрано все по всему миру. Запчасти найти очень тяжело. Собирали как могли. Это еще раз показывает о том, что мы досконально знаем, ну, наверное, те события, которые были. И мы пытаемся их, так сказать, показать всем людям. Прежде всего молодежи. Потому что основная наша задача – это патриотическое воспитание молодежи. Смотрите, сколько детей, сколько учащихся, кадетов присутствует постоянно, интересуется. Поэтому это очень радует, что мы не забываем подвиги наших родителей, отцов, прадедов. Вот и закончилась часовой реконструкция в Брестской крепости. Конечно, это воссоздание событий начала войны. Но главное, что после окончания мероприятия люди уносят в своем сердце неподдельные эмоции и осознание того, что такое война, и что она никогда не должна повториться. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, телекомпания Бук-ТВ. Великая Отечественная война отразилась на судьбах множества миллионов людей, судьбах поколений. Страх, разрушение, геноцид. Но как бы не было тяжело и, казалось бы, даже невозможно, в летописи тех событий находилось место для истинного подвига, любви и состраданий. Время идет, но еще живы люди, кто помнит события этих дальних времен, не по страницам книг, либо кадрам кинолент. О судьбе героини нашего следующего сюжета можно снять настоящий драматический фильм, в котором есть место и предательству, и взаимовыручке, отваге и упорству, а также вере. Таисия Михайловна Козрь-Павловская, ветеран Великой Отечественной войны, малолетняя участница партизанского отряда, которая в годы войны потеряла почти всю свою семью. Судьба человека, его подвига и жизни продолжит выпуск. Таисия Михайловна всегда очень радушно встречает гостей, а на вопрос, как ваше самочувствие, уверенно отвечает соответственно возрасту. Она не привыкла жаловаться, скорее наоборот, старается много двигаться, а в глазах всегда читается доброта. Выражение лица меняется тогда, когда начинает рассказывать о страшных событиях 40-х. Предвоенное время и начало Великой Отечественной войны маленькая Тася встретила в Бресте. Позже начались переезды, обосновались деревни Муры у малых родваничей. В 1942 году, в октябре месяце, они решили, что все восточные – это партизаны. Массовый пошел расстрел в восточных. В том числе и моя семья попала. Я и брат, мы остались живы. Брат старше меня на три года, но он умер уже. И я. Мама меня никогда так рано не будила, а тут и разбудила, отправила в Большие родваничи, что я должна там заработал, взять молоко, что она заработала, и принести домой. Я только ушла, окружили нашу. Я ушла из дома и не хотела уходить. Если бы я не ушла, мама меня, вот как, что значит жить? Вот взяли меня и насильно выбросили с этого дома. Я ушла, и тут окружили дом, и все, кто был, бросали. Они согнали людей к яме на расстрел. Было в этой яме 9 или 10 человек, но четверо с малышами. Мой брат три года, старше всех этих четверых малышей, у которых женщины имели годик, там даже еще и года не было, побросали на дно ямы. Наверх бросили это одеяльце, вместе с одеяльцем, которые последние бросили. И, конечно, начали расстреливать. Там уж ужас, говорят, что было. Сами женщины живые бросались в яму. Первую ночь я спала в лесу, в этой куче листьев, раздетая там, ну, какой-то у меня платишко или там жакетка, не знаю, и холодно. И не думала, что меня могут убить. Думала только, чтобы живую не взяли, чтобы не издевались над живой. Меня нашли пастухи уже. Думаю, пойду к тете Мархе, потому что всегда как-то моя. Ну и пришла. Когда пришла, она расплакалась. Ой, дети, где ж ты эту ночь ночевала? Мы тебя искали, все. Она меня положила. Будешь спать в коморе, ну, в кладовке там. Постелила, кожух на кожух легла и кожухом укрылась. Ну, и вот так я и бегала. Потом она говорит, что знаешь что, давай, иди к субботам на хуторе живут. Попросись к ним, у них детей своих нет. Может, ты у них поживешь пока. Ну, я пошла к этим субботам. Они с удовольствием меня взяли. Но ситуация с арестом могла повториться, поэтому оставаться в доме было нельзя. Приехали опять жандармы в деревню вечером. Значит, утром опять будут аресты. И я вечером побежала через эту речку, перешла босиком, разулась к Марфе. Она меня встретила, и хорошо, что-то я говорю. Так приехали жандармы, что мне делать? В лес идти прятаться. Нет, оставайся. Мы сегодня ночью уезжаем в партизанский отряд. Под Пинском семейный, сварень, скорого там. И вот я с ними уже ночью поехала. Попала в партизанский отряд, ходила в разведку и всеми силами старалась быть полезной. Тессия Михайловна рассказывает, как занималась разведывательной деятельностью. Дежурила на партизанском аэродроме. Черники насыпешь. У нас была на складе оружейном немецком. Лида Панченко работала. В три ряда. Вот один ряд, второй ряд и третий. Коробки с пистолетами стояли. Потом они отправляли их. Ну, как правило, берут эти крайние. А она вот эти, которые все, доставала пистолеты. Я к ней приходила. Ложили в корзину. Засыпали сверху черникой. Что я несу чернику. Или продавать, или не продала. В отрезе девочка пробыла два месяца. После ее вместе с семьей Сергея Сикорского, друга отца, вывезли в Москву. Ехать девочка не хотела. Насильно меня в самолет все мы полетели. И вдруг вспышки. С одной стороны вспышки. С другой стороны самолета. Вдруг голос штурман. Товарищи, не волнуйтесь. Мы летим над минскими партизанами. Они нас приветствуют ракетами. Все. Ура! Как они хорошо живут. Никто с своего места не соскочил. Не стали метаться по самолету. А если бы не сообразил штурман так сказать, что нас приветствуют ракетами. И начало метание. Конечно, он мог не вырулить, не выкрутить. Прилетаем в Москву, нам говорят, ну, слава богу, прилетели. А что такое? Так вас обсыпали. Как? Мы испугались только в Москве. После Москвы Тасю отправили к дяде в Саратов. Там же она встретила День Победы. Куда-то я шла по дороге. И вдруг все кричат, ура, ты такой шум был. И одна женщина говорит, девочка, ты чего такая идешь грустная? А я говорю, а что мне? Так День Победы. Я говорю, как День? Что, разве нет уже войны? Ну, и я начала плакать от радости. Это, как сейчас помню, это слезы радости были, слезы печали, что мои не дожили до Дня Победы. Всех тех, с кем связалась судьба Таисию Михайловну, помнят поименно. На стене квартиры фотографии, как летопись. Мамы, папы, сестер и братьев. Тех людей, которые помогали Таисии в годы Великой Отечественной войны. После войны получила образование, была замужем, родила и воспитала детей. Вернулась в Брест. Среди раритетных вещей – блюдо, которое ей досталось от родителей. На возраст, говорит Таисия Михайловна, не оглядывается. А в моменты, если становится грустно, старается заниматься тем, что приносит ей радость. Например, пишет вторую автобиографическую книгу. Уже готовы черновики. Также своей отдушиной считает семью и своих правнуков. Часто вспоминает самого младшего, который ласково зовет Таисию Михайловну Тася. Символично, что в канун 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны именно в Брест накануне дня всенародной памяти и скорби ежегодно съезжаются тысячи людей и различных делегаций. Приезжают для того, чтобы увидеть, услышать, поделиться воспоминаниями и впечатлениями. Ведь именно здесь, в Брестской крепости герои, можно почувствовать всю боль и трагедию, которую пережил народ тогда в 41-м. Ну и сегодня, в 2023-м, в центре внимания военно-политическая обстановка, современные угрозы, готовность к вызовам. Уроки истории не учат ничему. По-прежнему в мире идет война, по-прежнему разрываются снаряды и гибнут тысячи людей. Об этом и не только говорили руководители и представители Совета безопасности, прокуратуры, Следственного комитета и других структур Союзного государства. Поднимали вопросы геноцида белорусского и российского народа, сохранения исторической памяти, межгосударственного и межведомственного взаимодействия. Все для того, чтобы не допустить повторения трагических событий. Несмотря на то, что от начала войны нас отделяют 82 мирных годы, сегодня военно-политическую обстановку вокруг Беларуси нельзя назвать спокойной. Темы безопасности страны в эти дни звучат особенно актуально. Продолжается немотивированное наращивание военного потенциала блока НАТО в Восточной Европе. Увеличивается количество учений, проводимых в Польше и странах Балтии. Как противостоять современным вызовам и угрозам, давлению Запада и санкциям? Обо всем этом государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович в ходе встречи с активом Брестского региона говорил обстоятельно и откровенно. Беларусь находится в центре Европы. Конечно же, все сегодняшние, скажем так, вызовы и угрозы безопасности стран, которые исходят сегодня от коллективного Запада во главе с Соединенным Штатами Америки, они касаются Республики Беларусь. Невозможно обойтись без этого. И прежде всего, наверное, нацелены, скорее всего, на Республику Беларусь, на союзное государство, на Российскую Федерацию. Мы находимся между двух лагерей, между столкновением интересов Востока и Запада. Стоит задача обеспечения военной безопасности любыми силами и средствами и выполнения задач для защиты народа Беларуси. О необходимости объединения усилий в противодействии террористическим и экстремистским организациям в контексте нынешней геополитики и укрепления сотрудничества между странами шла речь на совместном заседании коллегии Следственных комитетов Республики Беларусь и Российской Федерации с участием представителей Государственного комитета судебных экспертиз. Главное козырь в достижении поставленных целей – это межведомственное взаимодействие и использование новейших достижений науки, применяемых в ходе экспертных исследований. Без внедрения новейших достижений науки просто не получится расследовать уголовные дела. По огромному количеству уголовных дел результаты экспертизы являются чуть ли не определяющим доказательством. У нас в этом плане очень хорошее налаженное взаимодействие с Следственным комитетом РФ с Центром экспертных исследований Следственного комитета Российской Федерации. Благодаря нашему взаимодействию раскрыты дела об убийствах, дела о террористических актах. И я думаю, что после проведения нашей коллегии откроются новые возможности, новые горизонты для нашего дальнейшего взаимодействия. Тесное сотрудничество и взаимодействие Беларуси и России, применение новых криминалистических методов и средств в деятельности следователей и судмедэкспертов, а также безоговорочное непримиримое отношение к фактам геноцида позволили расследовать и вынести решение суда по уголовным делам, касающимся преступлений фашистов в годы Великой Отечественной войны. Мы работаем вместе по делам о геноциде белорусского народа, народа Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. У нас созданы совместные поисковые группы, в широком смысле этого слова. Там работают следователи, криминалисты, поисковики. В России состоялись решения судов по конкретным территориям, по конкретным преступлениям фашистов на территории Российской Федерации. И в частности, самое последнее судебное заседание было посвящено Ленинграду, блокадному Ленинграду, где решением Ленинградского городского, Петербургского, Санкт-Петербургского городского суда блокада Ленинграда была признана геноцидом советского народа. Блокада Ленинграда и другие факты геноцида, которые совершались фашистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны на территории современной Беларуси и Российской Федерации, нашли свое отражение в книге «Срока давности не имеют». Издание вышло в текущем году благодаря кропотливой совместной работе представителей Союзного государства и было презентовано в рамках круглого стола. Мы были горды в ушедшем году, когда Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко приветствовали выпуск первой книги нового проекта «Библиотека Союзного государства». Первая книга была посвящена ратным подвигам белорусских полков в Отечественной войне 2012 года. И логично, что вторая книга посвящена тоже защите исторической памяти, посвящена фактам геноцида в отношении белорусского народа, народов Советского Союза. Появление подобных изданий – это не только возможность открыть общественности доступ к документам, фотографиям и фактам, касающимся геноцида, но и способ противостоять попыткам исказить историю и обесценить наше прошлое. Мы понимаем сегодня, что нам необходимо выстраивать и укреплять еще одну линию обороны – забота о нашей исторической памяти. Мы видим, что происходит. Никакие инвестиции, экономическое развитие, различные иные ресурсы не спасают страну, если она теряет главное – теряет себя, свою память, свою историю, память о своих предках и свои ценности. Россия и Беларусь сегодня идут рука об руку, защищая и отстаивая это. И мы видим воочию, история доказывает, что это абсолютно верный путь, верный путь к победе. Людмила Логодич, Анастасия Мелешкевич, Андрей Щерба, Эдуард Бакунович и Юрий Лимонтович. Итоги недели. Вы смотрите программу «Итоги недели» на канале БУК-ТВ. Продолжаем выпуск. С 1 июля в силу вступают нововведения для тех, кто занимается ремесленничеством и занят в сфере агроэкотуризма. Физическим лицам необходимо подтвердить статус своей деятельности. Для этого необходимо обратиться в местные сполкомы, где специализированная комиссия решит, подходит ли деятельность под данные категории. Все те, кто не подтвердит статус, могут перейти на новую форму работы – налог на профессиональный доход. Наши корреспонденты продолжат тему. Вместо встречи ремесленников и специалисты налоговой службы торговый объект «Скарбница». Именно здесь мастера имеют возможность реализовывать свои товары, произведения и поделки, которые создали. Ремесленники также принимают участие в ярмарках и выставках, продажах. Для некоторых из них свое дело – основной источник дохода. Это для кого-то сопутствующих. Для того, чтобы разъяснить новшества, которые вступают в силу, к ним пришли представители налоговой службы. Среди этих изменений – график и сумма платежей ремесленного сбора. С 1 января он выплачивается не единожды в год, а каждый месяц в размере 6 рублей. Все субъекты, ремесленники, которые желают либо продолжить уплату этого ремесленного сбора, они обязаны до 1 июля получить статус ремесленника официально на комиссии, которая создана в госполкоме. То есть они обращаются в администрацию по месту регистрации своего места жительства, подают соответствующие формы заявления, где потом комиссия рассмотрит и примет решение подтверждить статус ремесленника или нет. Мы, как налоговый орган, уже потом получим готовые списки, где мы тоже отследим, и непосредственно это количество ремесленников уже будет на основании решений комиссии. Вопросы дальнейшего взаимодействия ремесленников и торговых объектов, налоговый статус до достижения суммы исчисления налога и многие другие темы интересовали мастеров. Диалог получился оживленный. Ремесленной деятельностью я занимаюсь более 5 лет. Я изготавливаю деревянные сувениры, и я довольна своей работой, мне она нравится, это своего рода хобби. Но в настоящее время нововведения будут в сфере ремесленной деятельности, и, конечно, у нас вопросы такие возникают, как на законных основаниях ее производить в дальнейшем. Ремесленником я зарегистрирована очень давно, официально я работаю уже 10 лет. До этого всю свою жизнь я занималась ремеслом, потому что семья моя, скажем так, с руками, и каждый владел каким-то ремеслом. Сейчас то, что происходит в изменениях для ремесленников, очень волнительно, тревожно, потому что с этим связано мое будущее, можно так сказать. Наработан определенный опыт, не хочется терять своих и навыков, и возможностей, и возможности заработать себе на жизнь тем, что ты умеешь и делаешь это лучше, чем другие, например. То есть я знаю точно, что то, что умею я, не все повторят. Поэтому очень надеюсь на положительное решение комиссии о том, что я все-таки ремесленник. Мне хотелось бы остаться в этом статусе. Еще одно из важных направлений в стимулировании занятости – это развитие агроэкотуризма. Подсчитано, что во всей Брестской области данным видом деятельности занимаются порядка 313 субъектов. С 1 января 2023 вступил в силу указ номер 351 о развитии агроэкотуризма. Он установил ряд ограничений и ряд требований, в том числе создание благоприятных условий для развития этого направления, улучшение условий жизни граждан в сельской местности, малых городских поселениях, совершенствование сельской инфраструктуры, изменения в работе субъектов агроэкотуризма, коснуться и в сфере налогообложения. Начиная с 1 июля текущего года, плательщиками сбора будут являться те физические лица, в отношении которых будет принято решение районного исполнительного комитета об осуществлении данной деятельности в услуг агроэкотуризма, и которые будут переведены на уплату данного сбора по решению указанного органа. А те физические лица, которые не получат данного разрешения, они будут обязаны перейти на уплату налога на профдоход. Усадьба Семисосны расположилась на территории Муховицкого района. Сделать агроэкотуризм семейным делом было коллегиальным решением. Обустроили жилую и рекреационные зоны. Недавно специальная комиссия подтвердила их статус, а потому они останутся работать в деятельности непосредственно агроэкотуризма. В основном мы встречаем гостей из Беларуси, конечно. Иногда бывают гости из России, но летом, конечно, более популярно, потому что всем хочется свежего воздуха, отдохнуть, погулять, услышать пение птиц, ну, больше, конечно же, летом. Те физические лица, кто по решению комиссии останется в своем нынешнем статусе, будут обязаны уплачивать сбор до первого числа следующего месяца в размере 37 рублей. В ином случае они становятся плательщиками налога на профессиональный доход. Тогда сумма налога составит 10% от выручки. При выборе такой системы налогообложения плательщику необходимо скачать специализированное приложение. В этой связи такие физические лица, согласно нормам налогового кодекса, обязаны установить на свой смартфон или компьютер приложение, которое называется «налог на профессиональный доход». И проинформировать налоговые органы через данное приложение о применении налога на профдоход. Дополнительно также информируем, что на сайте Министерства по налогам и сборам «Налог.gov.by» размещен сервис плательщики налога на профдоход, который предназначен для проверки нахождения плательщика в реестре плательщика налога на профдоход. Для физлиц впервые зарегистрировавшихся в качестве плательщиков налога на профессиональный доход предусмотрен вычет в размере 2000 рублей. До этой суммы он начисляться не будет. Налог на профессиональный доход включает в себя обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения на пенсионное страхование. Фольклорные персонажи, герои мультфильмов, врачи-пожарные – все это и множество других сюжетов воплощаются в одном из самых знаменитых символов народной культуры – матрешки. Считается, что родина этой игрушки – Россия, хотя некоторые исследователи склоняются к тому, что это прообраз японской традиционной куклы Дарумы. Но как бы то ни было, матрешка известна во всем мире. А на Брестском предприятии Вивитрек знают, как не только качественно сделать этот сувенир, но и влюбить в него современников по всему земному шару. Наш корреспондент Евгения Мороз побывала на предприятии и делится подробностями. 70 лет назад в Бресте появилась первая промышленная матрешка. Маленькая символическая игрушка настолько полюбилась людям, что со временем именно она была основной поделкой, которую производили на Брестской фабрике сувениров. Брестская матрешка стала завоевывать популярность на всех континентах. Но вот у самого производства дела шли не так хорошо. С развалом Советского Союза предприятие сбавило обороты, и, возможно, ушло бы в небытие, если бы не чудесное стечение обстоятельств. Производственную эстафету Брестской сувенирки подхватили на предприятии Вивитрек. У Владимира Вострикова всегда было желание заниматься своим делом. Изначально оно не было связано с производством матрешек. Но рано или поздно мысли все равно возвращались к этому ремеслу. А все дело в том, что его мама, Алла Вострикова, порядка 25 лет занималась росписью матрешек на Брестской фабрике сувениров. Мы продолжатели Брестской фабрики сувениров. В 2020 году фабрика перестала существовать. Я работал как ИП, занимался продажей матрешек за границу, как отдельное производство. Но в 2020 году, после закрытия фабрики, мы решили, чтобы 70 лет истории никуда не ушло, дать новое вдохновение. И вышли с проектом Брестская фабрика сувениров на белорусский и российский рынок. На предприятии трудится 60 человек. Это станочники, токари, художники, дизайнеры, специалисты по сбыту. Воссоздан весь производственный цикл. От деревянной доски и готовой расписной кукли. Одной из неизменных и важных составляющих производства – качественный материал. Для этого используются специальные заготовки. Традиционный материал, из которых делают матрешки, – это береза, ольха, либо осина. Материал должен быть хороший, без сучков, без сердцевины. Это уже на распиловке материала непосредственно выпиливаются сучки и сердцевины, гниль. И все, и уже хорошие заготовки, вставляем в станок, и получается. Станки немецкие. На них изготавливаются заготовки для матрешек, брелоков и шахмат. В среднем, отмечают специалисты, получается произвести до 800 заготовок в день. В размерном ряду – до 7 матрешек. Обычно каждый размер идет на изготовление партии. Самую большую матрешку, которая вбирает в себя всех остальных, токари изготавливают вручную. После изготовления формы идет роспись изделия. Выпускается порядка 200 моделей матрешек. Многообразие тем объединяет сказки, кинематограф, народные традиции и многое другое. И каждая расписывается вручную. К слову, сейчас на предприятии работают как молодые художницы, так и те, кто трудился на обрезкой фабрике сувениров не один год. В заготовке нам поставляет предыдущий цех, деревообработка, токаря, который тоже ручной труд есть, и у нас есть механизированный труд. Поступает к нам в заготовке, просматривается, чтобы было качество какое-то, где-то дефекты, потому что не каждый увидит. Дальше мы начинаем роспись. Работаем мы акриловой краской, лак у нас тоже на акриловый покрываем после этого лаком. Вот роспись. Роспись происходит сразу, основные детали, потом прописка у нас идет. Труд довольно кропотливый, довольно усидчивость нужно иметь, терпение. Подсчитано, что выпускается порядка 50 тысяч наборов матрешек в год. Их знают не в одной стране мира. Реализация продукции идет по двум направлениям. Оптовые продажи востребованы в Японии, Франции, Израиле и США. А карты розницы – весь мир. Активно осваиваются маркетплейсы как западных, так и восточных стран. Самыми топовыми странами, куда уходит большая часть нашей продукции, это была и, мне кажется, будет США, Канада, Великобритания и Мексика. Реже встречаются такие страны, как Ганна, Каир и разные такие экзотические страны. Вместе с поточным производственным процессом соседствует и точечный ручной труд. Часть сувениров изготавливается мастером при помощи специальных инструментов. Самый популярный сюжет – белорусские зубры, но не только. В основном материалы у нас липа, самый лучший для резьбы. Инструмент, как видите, кованный или токоть, так только делает. Фигурки, какие есть заказы, такие и делаем, разные в общем. От птиц до животных, зубры, лошади, совы, птички разные. Отрисовывается трафаретом, выпиливается, а дальше все, ручная работает. Потом уже мы бицуем, морим, мастичим. В общем, мы девочная работа. В планах восстановления бренда Брестской фабрики сувениров не только в матрешках, но и в инкрустации соломкой, а также шахмат. К слову, непосредственный дизайн этой игры очень узнаваем. За время работы в фабрике был выработан свой стиль, где каждая фигурка, а также доски, изготавливаются вручную. На полсотни досок уходит порядка двух-трех недель. Начинаем с закупки материала. Материал мы закупаем уже напильной рейкой. Потом он режется на размеры, которые нужны. Размеры эти запиливаются на угол под 45. Потом клеится каркас у нас. Там вот предоставлены каркасы. Потом крышка-донышко клеится на него. Они распиливаются по кругу, торцуются. Ну, выравнивается полностью вся поверхность, чтобы одинакового размера была. Потом фрезеруются под петли. Прибиваем петельки, обклеиваем, обшиваем материал, красим, клеим, наклеечку, лакируем это все. И все, готовая шахмат. Для того, чтобы традиция брестской фабрики сувениров жила, на предприятии проводят мастер-классы по росписи этой игрушки. И такие художественные встречи пользуются своей особой популярностью. Приходят к нам и взрослые, и детки приходят. Нет, со школы. У нас еще есть выездные мастер-классы. Дети и взрослые получают от этого, оказывается, такое огромное удовольствие. Нет, они сами выбирают краски, какие им лучше нравятся. Ну, вообще-то мы рисуем классику матрешку, но они что-то еще свое. Еще на предприятии есть свой небольшой музей, где центральный экспонат – это матрешка Маша. Она путешествует по миру и активно зовет с собой, для того, чтобы брестскую матрешку знали во всех странах. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты Бук-ТВ. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните, номер в Бресте – 54-63-67. Ну, а мне остается только добавить. Это было ваше телевидение, семейный канал Бук-ТВ. Я, Анастасия Мелешкевич, говорю вам до встречи и, как всегда, желаю мира, стабильности, здоровья и добрых новостей в ваших домах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова